Уже через два года в Казахстане появятся четыре диких амурских тигра. Их переселят с российского Дальнего Востока в рамках программы реинтродукции этого редкого хищного животного в Казахстан. В дальнейшем, в случае успешной реализации проекта, на территории Илья Балхашского природного резервата будет воссоздана популяция вымершего туранского тигра. Григорий Беденко побывал в Южном Прибалхашье. Он расскажет о том, как готовиться к прибытию первых тигров. В минувшие выходные популяция бухарских оленей на территории Илья Балхашского резервата выросла еще на пять особей. Животных привезли из Караченгильского охотничьего хозяйства в Алматинской области, где их в настоящее время разводят. Около полугода олени будут находиться в специальном загоне на акклиматизации. Затем их выпустят уже непосредственно в дикую природу. Бухарский или тугайный олень – это основа кормовой базы туранского тигра, популяцию которого планируется восстановить на территории нашей страны. К слову, бухарский олень также считается редким животным, занесенным в Красную книгу. В текущем году в сентябре на тигрином форуме в городе Владивосток Российской Федерации подписан меморандум между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством Минприроды и экологии Российской Федерации о взаимодействии по ориентированию тигра. То есть первым шагом это будет в первом квартале 2023 года планируется отправить специалистов в Российскую Федерацию для изучения опыта, обменом опытом. Ну также предполагаю, что в 2025 году первые тигры на территории Казахстана появятся. Песчаные барханы, бесконечные саксоуловые леса и солончаковые пустоши. Регион, где находится Элибалхарский резерват, очень удаленный от цивилизации места. Для проекта по реинтродукции тигра отведено 415 тысяч гектаров. В состав резервата входят еще два заказника – Прибалхарский и Караойский. Общая площадь охраняемой территории превышает 800 тысяч гектаров. Южная Прибалхарская отличается довольно жестким климатом. Здесь очень суровые зимы, ветра и сильные морозы. Но для амурского тигра подобные условия вполне приемлемые. Это животное уже много тысячелетий существует в суровых климатических условиях Дальнего Востока. Поэтому, как утверждают зоологи, на новом месте хищник будет себя чувствовать вполне комфортно. Сейчас проект по реинтродукции тигра находится в стадии восстановления экосистемы. Причем в том виде, в котором она существовала многие столетия назад. Проект вместе с правительством Казахстана и программой развития ООН софинансирует Всемирный фонд защиты дикой природы. Здесь считают, что все идет по плану. Создана устойчивая популяция бухарских оленей. В дикой природе их более полутора сотен. В этом году в резерват из Национального парка Алтын-Имель переселили 60 куланов. К 2025 году планируется сформировать популяции кабанов, косуль, оленей, джейранов и куланов таким образом, чтобы обеспечить ориентировочно 25-30 копытных на 1000 гектаров. Учитывая, что одному тигру нужно в год около 60 крупных копытных, его питание будет обеспечено с большим запасом. Российская Федерация готова начинать с передачи четырех тигров в республику. Это будут, наверное, три самки, один самец, две самки, два самца. Все еще зависит от того, какие особи будут подготовлены в России для реинтродукции. В России огромный опыт реинтродукции. Поэтому мы рассчитываем, что российские коллеги предоставят Казахстану хороших тигров, благодаря которым амурские смогут превратиться в туранских, в туранскую популяцию. Конечно же, существуют и огромные риски. Прежде всего, это браконьерство. Эту проблему сегодня не удается решить нигде в мире. И самое неприятное, что она наиболее актуальна именно в тех местах, где обитают редкие исчезающие виды. Сейчас резерват охраняет 94 инспектора. Создано несколько кордонов. Но уже сейчас понятно, что когда здесь появятся тигры, мониторинг придется усиливать в разы. Еще одна серьезная проблема – это пожары в Прибалхашье. Почти все они возникают по имени человека и наносят огромный ущерб экосистеме. Есть и риск возникновения занозных инфекций. Но здесь уже должны поработать микробиологи. Проект по реинтродукции тигра рассчитан на 35 лет. Если все пойдет по заранее намеченным планам, уже к середине 21 века в нашей стране будет обитать от 150 до 180 особей туранского тигра. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, Алматинская область, Хабар, 24.